Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в городе Москве. Отец, Константин Васильевич Гусев, портной, мать, Тамара Михайловна Гусева, работая главным инспектором в административно-технической инспекции города Москвы. За время учебы в школе Екатерина перепробовала множество занятий, спортивная гимнастика, фигурное катание, плавание, танцы, школьный театр. В детстве она была тихая и скромная, настоящая серая мышка, поэтому для одноклассников и преподавателей Екатерины Гусевой до сих пор остается загадкой, как она могла стать настоящей звездой, актрисой и певицей. Хрупкая девочка с тугими косичками, в наглаженном фартучке и снежно-белом воротничке, она была воплощением серьезности и аккуратности, и никто даже представить себе не мог, что она достигнет таких высот, окажется на вершине любви и славы. Собиралась поступать в Московский биотехнологический институт, но на одном из школьных опустников ее заметила ассистентка Евгения Рубеновича Симонова и предложила попробовать поступить в высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. В 1993 году она поступила на курс Е. Р. Симонова, после смерти Симонова курс вела В. П. Николаенко. Актерская карьера в начале 1995 года была приглашена одной из помощниц ведущего Михаила Борисова в телеигру «Русская лота». Вместе с Борисовым и второй помощницей Анной Марковой, Гусева исполняла различные роли в тематических театрализованных заставках, которая в 1997 году сыграла главную роль в первом фильме «Николайни» где возменили источник и получила предложение от Марка Розовского стать актрисой его театра у Никитских ворот. В 2002 году Симонова позвали на пробу в сериал «Бригада» и вскоре утвердили на роль Катей, жены главного героя. Эта картина принесла ей всенародную любовь и славу. После этого сериала количество предложений от режиссеров росло с каждым годом. Мы остановимся только на изданных фильмах с участием Екатерины Б. Симонова. Итак, дебют Екатерины в кино. Это фильм 1997 года, змеиный источник. Немного о сюжете. Конец 1990-х годов. Юная студентка биологического факультета педагогического вуза Дина Сергеева приезжает на практику в школу провинциального городка ради своего возлюбленного Алексея, врача местной больницы, Сергей Маховиков. Во время их ночной встреч в городском парке около пляжа выясняется, что молодой человек уже женат на несовершеннолетней дочери бывшего школьного завхоза Марьяны Павловны Зиночке, Екатерина Вуличенко. Она беременна от Алексея. Дина идет купаться и обнаруживает изуродованный до неузнаваемости труп молодой девушки, смерть которой наступила в результате ее удушения. На крик Дины сбежалась вся округа, и она сразу же была задержана милицией, став главной подозреваемой. Следователь местного отдела внутренних дел Петр Матюхин, Михаил Филиппов, начинает всячески оказывать давление на девушку, чтобы та осозналась в убийстве. Имеются фотографии, где Дина запечатлена рядом с погибшей в пляжном ресторане неподалеку от местной достопримечательности змеиного источника. Благодаря вмешательству школьного директора Тамары Георгиевны, Дина возвращается к работе и к повседневной жизни. Но следователь не снимает с нее подозрения в убийстве и оставляет под подпиской о невыезде. Тамара Георгиевна, имея большой авторитет в городе, старается всячески изменить ход следствия по этому делу. В этом ей оказывает активное содействие школьный секретарь Андрен Балашов, бывший воспитанник вундеркинт этой же школы и гордость города, Евгений Миронов. В это же время в городке продолжается череда серийных убийств юных девушек. Местные жители уверены, что Дина причастна к этим жестоким убийствам. Они требуют для нее самого сурового наказания и начинают охотиться за ней. Не будем строго оценивать этот дебют да и похоже, что жанр детектива не для Екатерины. Остановка по требованию Телесериал Здесь Екатерина снялась в эпизодической роли Кати, воспитателя детского сада, один сезон. Сам сериал был популярен в 2000 году и даже имел продолжение в виде второго сезона. И эта роль в фильме не принесла Екатерине Гусевой известности и славы. А теперь о другом фильме, от 180 и выше. Краткий сюжет, 180, это рост настоящих красоток. Во всяком случае, в этом уверен герой фильма, администратор фитнес-центра Костик. Для Кости 180 это не просто метрические данные, высокая королева рядом с мужчиной, символ его успеха и состоятельности. Однажды Костик решает доказать всем и, самое главное себе, что может настать и его час, звездный час мужчины маленького роста. И приглашает на свидание девушку, не ниже 180 сантиметров. Используя свое служебное положение, Костик обзванивает клиента к фитнес-клубу. Но получает отказ за отказом. У каждой героини своя история и свой мужчина. В итоге, цепь забавных ситуаций и смешных совпадений приводит к нему на свидание сразу всех красавиц. Екатерина здесь играет Оксану, одну из высоких подружек Костика. Роль эпизодическая и ничем особенным здесь Екатерина не запомнилась. Встань на стульчик, улыбнись дяде, покажи ямочки. Вот и вырастили куклу. А в 16 лет куклу подобрал взрослый богатый дядя. И опять платье, наряды только подороже. И опять ничего не надо делать, ни о чем не надо думать. Потом появился второй дядя. Потом четвертый. Седьмой. А сейчас мне 25 лет, а я ничего в этой жизни не умею. Совсем ничего. А как мне по-другому жить, я не знаю. Вот вы пригласили меня в театр. За последнее время меня, кроме как постель, никто никуда не приглашал. Ай, урод! Ну что, сидишь? Ты цела? Денис? Да. Извольский прилетел в Москву, попал в аварию, но с ним все нормально. Ну что? Вот сидим, Юра, с тобой и думаем, чего нам не хватает для полной части. Что случилось? Извольский прилетел. Ну, и побился. Состерка, это она на главную дорогу выскочила. Спокойно. Барышня, выходите. Крова. Охота на изюбре. Живой, у вас ко мне каких-нибудь потензинец. Комбинат не терпит сомнений. У меня никаких потензинец. Неприятности не заставляют в следу обанды. Происходит нефрезвычайное происшествие. Похищен генеральный директор московского журнала комбината Николай Заславский. В Москву для выяснения обстоятельств дело вылетает начальник службы безопасности Амик Денис Челяга, Алексей Гуськов. С этой неприятной историей и начинается долгое противостояние комбината и московского банка и века. В этом фильме показаны схемы захвата и контроля ресурсных предприятий крупным бизнесом в погонах. На примере градообразующего завода, где царит командно-гулаговская система управления и все местные жители являются собственностью Пахана, на которого они молятся как на губернатора-благодетеля, и чьи действия курирует служба безопасности, сформированная из авторитетных московских бандитов-офицеров. Рассказывается, как происходила капитализация, централизация, производство после формального управления социалистической собственности. На прибыльное самостоятельное предприятие под видом защиты от столичных монополистов проникают агенты силовых структур, которые действуют по заданию своих начальников, возглавляющих крупные банки и чекистские агентства по сбору налогов и борьбе с экономическими преступлениями. Екатерина здесь сыграла роль невесты Извальска. Ирина Григорьевна Денисова так зовут ее героиню. В Москву прилетает Извальский. По дороге из аэропорта его автомобиль сталкивается с Жигулями, за рулем которых оказывается молодая женщина. Ирина Григорьевна Денисова. Извальский приезжает в институт Кириле и приглашает ее на обед. Никлясов рассказывает жене о том, что он недоволен Извальский, и просит Соню съездить к брату. Извальский узнает, что заслатьки под гарантией Никлясова взял кредит у банка и века. Если кредит не будет возвращен, то все счеты завода будут арестованы. Извальский не может этого допустить и приезжает на переговоры в банке века. Ирина по-прежнему не дает о себе знать. Извальский находит Ирину на даче и просит ее вернуться в Москву. На обратном пути автомобиль Извальского подвергается нападению. Не в книге, не тем более в фильме никакой любви мы не увидим в исполнении Екатерина. Это скорее история о женщине, попавшей в лапы к олигарху, которая имитирует чувство от нее. Неубедительно, и не стоит даже на мелодрамму. Слава, я не поеду никуда, Слава! В 2008 году Екатерина Дусева снялась в откровенно слабом по сюжету сериале «Жаркий нос». Сериал растянули на 100 серии, хотя весь сюжет сериала можно рассказать за минуту. Что мы и сделаем? Чемпионат России. У подопечных трактового, Рокотова-Белькевич, нет конкурентов. К тому же его дочь Наташа в паре с В. Молодцовым имеет шансы на бронзу. Но Наталья получает травму, врачи запрещают ей кататься. В это время из Америки ни с чем возвращается фигуристка Анна Берковская, подруга Наташи и бывшая возлюбленная Виктора, жениха и партнера Наташи. Трофимов отказывается тренировать биглянку. Никто из других тренеров также не приглашается тренировать ее. А правившись после травмы, Наташа решает стать тренером и ставит своего мужа в пару с подругой Берковской. Старый роман возобновляется и почти сразу после свадьбы Датюнивай Молодцов расстается. Распадается и другая пара, Логинова, Братцев. Логинова начинает тренироваться в паре с Молодцовым, а Берковская с Братцевым. Вскоре из США вернется Максим Воронин, ставший чемпионом этой страны, и встав с ним в пару, Логинова бросит балет, навредив тем самым бизнесу Золотаревой. И если бы Анжелы и Горевны не было романом с их тренером Громовым, она бы предъявила вере большие неустойки. Роман заболевает сразу после чемпионата. Люда странным способом достал деньги ему на операцию. Он улетает в Израиль. Воронин провоцирует Наташу. В газетах появляются скандальные статьи о молодом тренере. Вскоре Корнеев отстраняет ее от работы. Трагически погибает партнерша Николая, Саша Белькевич. И так далее. Есть стойкое ощущение после просмотра сериала, что он был создан исключительно для зарабатывания денег продюсерам и актерами. В 2008 году Екатерина Гульсева еще снялась в военном сериале «Спасите наши души». 1942 год. Великая Отечественная война. Самый тяжелый, переломный период для нашей страны. Действие разворачивается в северном порту на полуострове Таймыр, рядом с которым должен пройти конвой наших американских союзников с помощью на борту кораблей, продукты, одежда, оружие. Здесь же и промежуточная база для транспортировки заключенных на фосфоритные рудники. Холод, голод, злость, жизнь по законам сильнейшего иногда не оставляют человеку никаких шансов. По агентурным данным в Москву поступили сведения, что в порту среди своих появился немецкий резидент, который руководит немецкими подводными лодками. Прибывший из Москвы старший лейтенант НКВД Кротки расследует серию непонятных смертей. Он почти догоняет убийцу, но в последний момент человек в плаще листическим образом уходит от погони. Времени катастрофически не хватает. Шторм. Конвой вышел в заданный квадрат. С глубины моря поднимается перископ немецкой подводной лодки. Причем здесь певица Хруничева, которую играет Екатерина Гусева. Эту роль скорее можно отнести к творческим неудачам актрисы. Так просто. Всего лишь не сворачивать. Человек, который знал все – очередной фильм Екатерины Гусевой, где она пристала во всей красе. В том плане, что зритель видит ее почти всегда голой. Несмотря на то, что человек, который знал все основы на оригинальном литературном первоисточнике, одноименном романе Игоря Сахновского, этот фильм, в сущности, российская версия пророка «Некст», сделанного Летамахари по мотивам повести Филиппа Дика «Золотой человек». Главный герой точно так же играется с будущим, которое видит воочию, и точно так же предотвращает нежелательные перспективы хитроумными обходными маневрами. Правда, в отличие от персонажа Николаса Кейджа Александр Платонович Безукладников умеет видеть равным образом настоящее и прошлое, ибо, как справедливо гласит название фильма, знает все. Другое дело, что свое обширное ясновидение господин Безукладников, классический маленький человек, типажность тут нарочито подчеркнута фамилией, использует исключительно по мелочам же, достать мешок денег, спастись от бандитов, мысленно увидеть голую Екатерину Гульсеву и прочей в том же роде. Герой Кейджа, конечно, был простым карточным шулером, но, по законам простодушного блокбастера, в главном не плутовал и в амурных, а также контртеррористических вопросах живота своего не щадил, все таки на кону были большая и чистая любовь и, с другой стороны, национальная безопасность Соединенных Штатов, напуганных 10 килотоннами украденного из России ядерного оружия. Безукладников в исполнении Егора Бераева до таких глобальных масштабов не возвышается, хотя его и принуждают время от времени ловить шпионов, в основном он предается каким-то милым приватным глупостям. Да и тут, кстати, врет, рассуждает о свитках из сгоревшей Александрийской библиотеки, где описывается техника скрадывания, то есть волевого исчезновения из чужого поля зрения, а сам меж тем штудирует у элсовского человека-невидимку, победно держа заветную книжку равно по центру кадра. Ну, захотелось женщине показать себя обнаженной пусть. Но говорить о каких-то творческих успехах актрисы тут незачем. Саша, ты еще позвонишь? Ты позвони, пожалуйста, я до восьми каждый день дома одна. Скоро позвоню. Саша, ты позвонишь. Сейчас будет пировать. Ура, бананы. Сто лет не ела банан. А это что, картошка? О, Кирилл, это ископаемый, не знает, что такое киви. Это совершенно недопустимо. Кстати, я тоже не знаю, как и с чем это киви едят. Вербное воскресенье, еще один сериал Екатерины Гусевой. Эта история, которая начинается в 1970-е годы в СССР и заканчивается в начале 2000-х годов в потрясенной России, повествует о жизни балерины Оксаны Липиной. Она не москвичка, жилья нет, судя по всему, родителей тоже нет, живет у своей учительницы. Выдающийся балерина и педагога Павла Кирилл он и Головиной в центре Москвы выступает на сцене Большого театра. Внук члена Политбюро Артур Никитин без памяти увлекается балериной и подговаривает ее товарищем Марго и Лешу, тоже солисты балета Большота театра, чтобы те уговорили Оксану поехать к нему на дачу, где он смог бы остаться с ней наедине в надежде на близкие отношения. Взамен Марго и Леша получат звание заслуженных артистов РСФСР и гастроли за границей. План срабатывает, но на близкие отношения Оксана не соглашается, и Артур в порыве страсти насилует юную танцовщицу. Оксана проявляет характер и подает в милицию заявление об изнасиловании, но милиционеры, узнав, кто такой Артур, не открывают уголовное дело и пытаются уговорить Оксану отозвать свое заявление. Оксана не соглашается, а тем временем разгорается политический скандал. Вражеские радиоголосы передают, что внук члена политбюро изнасиловал молодую балерину. Член политбюро вынужден восстанавливать свое честное имя и обвинять в клевете саму балерину. Ложные свидетельства подписывают те же друзья, Марго и Алексей, на что Алексей сначала не соглашается, но его шантажируют. Он гей, а уголовное преследование однополых контактов в советской стране еще не было отменено. В итоге беременную от Артура Оксану сажают в тюрьму за шантаж и наветы. Оксана умирает при родах в тюрьме. Ее последняя просьба – назвать родившуюся дочь в честь ее педагога. Дочь умершей Оксаны записывают дочерью Дуси Кочетковой, сокомерницы и новой подруги Оксаны, под именем Павла Кирилловна Кочеткова. Проходят годы, и на дворе уже конец 1990-х годов. После долгого проживания в Сибири благополучная и состоятельная бандитская семья Дуси Кочеткова и ее гражданского мужа, криминального авторитета по кличке Каля Бугай, где выросла юная Павла, переезжает в Москву. Павла знает, что ее настоящая мать умерла при родах в тюрьме, а также от влоключениях, из-за которых та оказалась за решеткой. Павла Кочеткова работает телерепортером. Он решает снять документальный телефильм про биологическую маму. Спонсором фильма согласен быть ее приемной папой со своими товарищами, тружениками рынка. Павла знакомится с Павлу Кирилловной Головиной, и та готова ей помогать. Для успеха документального фильма нужно, чтобы в нем участвовали Артур, Марго, Алексей, следователь Валерий Алексеевич Васильев и все те, кто имел отношение к той давней истории. По-разному сложились их судьбы, какие-то из них стали богатыми и влиятельными в России людьми, знаменитыми и занимающими важные государственные посты, а кто-то оказался выброшен из жизни. Некогда знаменитая балерина Головина живет в бедности в огромной квартире, когда-то выданной ей советской властью. Старая женщина, забытая всеми, не имеет ни сил, ни возможностей даже на уборку. Следователь Васильев, верный солдат, выполнив свой долг, доживает в одиночестве, больной, в доме ветеранов. Алексей Громов стал мировой знаменитостью, создав собственную балетную студию за рубежом и ставя балетные спектакли в самых престижных театрах мира. Красавица Маргарита не растерялась и при новой власти, она и владелица балетной труппы и депутат Думы. У нее головокружительный роман с сыном Артура Никитина, Геннадием. Возмужавший внук члена полюбюро Артур Михайлович Никитин числится в списках журнала Forbes как один из богатейших людей. Он собирается баллотироваться в Думу. Документальный фильм, над которым работает младшая Павла Кирилловна, ни Маргарите, ни Артуру не нужен. Огласка наверняка помешает карьере, а жена Артура озабочена еще и другим. Выжившая Павла, как дочь Артура, будет иметь право на часть его наследства, чтобы фильм, разоблачающий их, не вышел. Эти люди готовы на все, даже убить дочь Оксаны. Но бандитские навыки юной Павлы, перенятые ею с семьи, где выросла, помогают выжить. А бандиты, рыночные мошенники, наемный киллер, взявший деньги за заказ, но не исполнивший работу, сплачиваются и помогают Павле. Фильм выходит на телеэкран и имеет фантастический успех. Аферисты разоблачены и наказаны. Кеварная и лицемерная Марго, не вынес и разоблачение, кончает с собой. В целом обычная мелодрама. Екатерина здесь не блистает. В нем нет ничего необычного, кроме одного странного увлечения. Он любит бродить по вечерним улицам, заглядывать в окна, витрины. И вот однажды он заходит в ресторан, чтобы послушать, стоя у входа, молодую девушку, поющую в ресторане и полюбоваться ей. Он завидует кавалеру-певице. Он молод, красив, богат и не знает, что тот в свою очередь завидует ему. Вот стоит скромный человек, без хлопот. А у него, Запальцева, неприятности, долги, связи с криминалом. И вдруг происходит невероятное, он и Запальцев переходит друг в друга, меняются телами. Он, которого принимают за Запальцева, оказывается в круговороте событий, из которых ему приходится искать выход. А Запальцев прибивается к его семье и странное дело. Ему нравится и его жена, и дети. Он решает осесть в этой тихой семейной гавани. И в этом гротескном фильме с нейлась Екатерина Гусева. Мы покажем здесь только сцену соблазнения. Этого достаточно, чтобы понять, что фильм точно не шедевр. Я не то, как я выгляжу. Ну, то есть, не то, кем выгляжу. Все мы не те, за кого себя выдаем. Нет, я серьезно. Ты не поверишь. Сколько можно завидовать свободе и смелости других людей. Я ведь сам всегда был свободным и смелым. Просто я... Просто я никогда не мог себе в этом признаться. Ну, ничего, ничего. Ты выпей и расслабишься. Вот, вот, вот. Молодец. Вот так. Да, я волнуюсь. Но это волнение приятное. Лена. Выходи за меня замуж. Прямо сейчас, что ли? Да нет, можно. Сейчас, сейчас. Потом. Сейчас, 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 сейчас. Да. Хорошо. Хорошо. Водички принеси. С газом? Да, все равно. Вот. Спасибо. Хороший ты. Даже жалко. Мама! Помогите! Наделаю! Номер силой затащил. Разорвал платье. Хорошо, что я рядом оказался. Будьте понятыми. Спасибо. 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 Телесные повреждения есть? К него быстро садится человек в желтом галстуке. Наша цель – подменить курьера и узнать, что сообщают в машине. Сработаем чисто. Значит, отхватим за день 6 миллионов баксов. Провалишь операцию, как будешь расплачиваться? Я бы на твоем месте очень волновался. Черт. Слушай, ты придурок. Ты вообще понимаешь, что сейчас произошло? За одну минуту ты разрушил всю мою жизнь. Сегодня был последний шанс. Мы можем все провернуть на следующей неделе. Среди бумаг, оставшихся от отца, я нашел то, что реально стоит кучу денег. Его убили 10 лет назад, но мать говорила, что он владел крупным бизнесом в России. Вот посмотри. В общем, так. Едем в Россию. Какое срочное дело могло вызвать тебя сюда? Человечек позвонил. Говори, что сын некого Александра Белого. Выдарься все и ставь на нем крест. Ты сюда зачем приехал? Бабки срубить! Я вляпался и приехал продать часть его на детство. Ты вообще знаешь, с кем ты общаешься? Я знаю точно, что он не мог убить человека, понимаешь? Сын Саши Белого. Очки снимите, пожалуйста. Цель вашего визита – кротство. Ты забыл, в какие игры снова ввязываешься. Серьезные дела решаются переговорами. Я знаю, кто был мой отец. Я Фил. Был уже один Фил на семью Белого. Океаны не смоют прошлое. Мам, все хорошо. Я отвечаю за свои слова и поступки. Как же ты сейчас похож на свой отец. Там погоня за нами! Мы вместе в это вязались. Значит, вы путаться надо вместе. Я должен отвечать за свои дела. На, иди отвечай. Быстро, оперативный штаб подъезда. Держитесь, парни! Валите всех нахрен. Белый жив. Слушай, давай как-нибудь посидим спокойно, поговорим. Свобода. Когда доберетесь на Джунгар, ты перебежишь к ним и передашь золото, которое я тебе дам. В армоместер едет вражды! Русские сговорились с Китаем. И нанесли ударную в спину. Ты пришел ко мне с войной! Нам не нужна война. Он предал всех нас. Этот знак есть причина — война. Губернатор не мог ослушаться царя. Что теперь делать? Надо остановить войну. Чтобы быть привязанным к самому себе, хоть немного подумать о том, что по профессии имеете отношение к искусству. Время бездарных подделок. Так называемое продюсерское кино. И никакой неловкости и диспыда заплевок в вечность. Грустно. Фильм с обилием сцен насилия, в том числе и над женщинами. Смотреть не рекомендую. И напоследок «Светлое пятно». Музыкальная комедия «Найти мужа Дарьи Климовой». Фильм в целом неплохой. Единственное, что смущает, так это откровенная попытка возрождения славы питерской группы «Секрет». По сюжету Клима, 40-летняя банкиша Дарья Климова, устав от одиночества, решает прибегнуть к услугам сайта знакомств, где встречает музыканта Дэна. Однако на первое свидание вместо себя она отправляет секретаршу, невзрачную Лиду. Так же поступает и Дэн, посылая на свидание своего коллегу, Фила. Между ними завязывается роман. К тому же оказывается, что у Лиды замечательный голос и она вполне подходит на роль солистки в музыкальной группе друзей. Но влюбленные не забывают и о Дэне с Дарьей, они устраивают им встречу. Исполнительница главной роли актрисе Екатерина Гусева рассказывала. Первое, что бросилось в глаза в сценарии, фамилия Мережко. Я была заинтригована, не автор ли это картин родня и прости. Прочитала и поняла, что в роли жесткой, циничной, холодной женщины, проделавший длинный путь к мягкости, любви и свободе. Я еще не была. Почему не почувствовать себя в этой шкуре? К тому же у нас с Дарьей есть общие, заботливые леемы и недостатки, чрезмерная закрытость, публичное одиночество. Кому как? А мне приятно лишний раз ткнуть себя носом в том, от чего давно пора избавляться. Мне было интересно посмотреть, как устроен кабинет бизнес-вумен. Удивительно, но я не нашла даже малейших признаков милых вещиц, бездевушек, фотографий и вообще предметов, которые показывали бы на том, что здесь работает женщина. В конце концов, деньги, это еще не все. Хотя в последнее время я все больше наблюдаю женщин, работающих буквально до последнего дня беременности, и мужчин, которые с удовольствием гуляют в парках с младенцами, лишь бы было счастье и любовь, а комплексы и обиды можно побороть. Космодром Восточный будет законодателем космической моды. Ракета-носитель впервые покидает этот гигантский сборочный комплекс. Сыск Когда- UW Khe Космодром Восточный Восточный Рай Космодром Восточный К Otц Благи Восточный Мик Лung Благи Рай Благи Благи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куда исчезла прекрасная Клавдия? Схожу с ума от вашего молчания. Третий день не ем, не сплю, жду. Клава, не томите, не доводите до рокового шага. Отзовитесь... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова